Мы сейчас в самом сердце климатической установки, а лететь вниз тут будет очень долго и больно. Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Underworld и его ведущий Степлбов. В этой серии снова пойдет рассказ о легендарном заводе ЗИЛ. На сей раз мы побывали в уникальном инженерном сооружении. Это отдельное здание, которое было специально построено под научно-исследовательские цели, под лабораторию, которая в нем и располагалась. Лаборатория представляет из себя климатический комплекс для исследования автомобилей, их узлов и агрегатов в различных климатических условиях. В условиях от минус 60 до плюс 70 градусов и при имитации снега и дождя и при имитации влажности до 100%. Лаборатория эта была построена, точнее введена в эксплуатацию в 1986 году. Называлась она климатический комплекс Кавказ. Надо сказать, несмотря на то, что завод ЗИЛ прекратил свое существование, и вне зависимости от моего отношения к этому событию, хотя мне искренне жалко этого гиганта российского автопрома, сама климатическая камера вполне могла продолжить свою работу, выполнять исследования заказа для сторонних автопроизводителей, в том числе и зарубежных. Ведь ни для кого не секрет, что очень много крупных автопроизводителей не имеют, например, свои аэродинамические трубы. Заказывают исследования проведения краш-тестов своих автомобилей, своей автомобильной продукции у сторонних исследовательских организаций. Точно так же и эта уникальная организация могла продолжать выполнять свои функции и выполнять заказы по исследованиям поведения автомобилей, их узлов и агрегатов в различных климатических условиях. К тому же само здание климатической камеры, оно находится как бы на аршибе территории завода, и вряд ли оно помешало бы застройке, и вряд ли бы оно помешало ведущейся там сейчас застройке. Мы продолжаем наше путешествие по цехам завода ЗИЛ. Сейчас мы находимся еще в одном интересном месте, тоже своего рода уникальном. Здесь, в этом цеху, была построена во второй половине 80-х годов климатическая камера для проведения испытаний автомобилей в различных климатических условиях. Мы находимся на техническом этаже под самым интересным помещением, где осуществлялся воздухозабор. Здесь мы видим на протяжении всего этажа ряд циклонов, которые обеспечивали приток воздуха в саму климатическую камеру. Помещение, в котором была устроена климатическая камера, где загонялись машины и обкатывались, тестировались при различных температурах, при имитации снега и дождя, оно находится этажом ниже, и там сейчас активно ведется распил всего этого на металл. Как всегда, подлежают масштабы, количество мощных циклонов. Вот такими здесь стоял двигатель, и через ременную передачу приводились к действию вентилятора, по которым воздух подавался вот в эти вот патрубки, короба, и поступал вниз в саму климатическую камеру. Здесь, естественно, масса электрических щитов, электрической разводки, количество таких циклонов здесь превышает явно десяток. Все моторы уже сняты. Циклоны установлены на раме, которые крепятся к бетонному постаменту на таких вот пружинах, которые гасили колебания. Сейчас мы посмотрим, что находится внутри вот этих вот камер, где осуществлялся забор воздуха. Здесь мы видим множество радиаторов, которые осуществляли либо охлаждение, либо наоборот нагрев воздуха. Жалюзи. То есть по такому принципу сделаны все камеры, которые установлены перед циклоном. Первыми здесь стоят фильтры, воздушные фильтры, через которые проходил воздух, и дальше уже очищенный воздух попадал на радиаторы. Вот, собственно, сейчас самый первый перед воздухозабор. Это самый первый отсек камеры. Тут тоже мы видим жалюзи, и отсюда воздух попадал на фильтры. А это выход на линейную вдоль воздухозаборов. Собственно, вот отсюда и осуществлялся приток воздуха. Вот здесь мы видим эти первые жалюзи как раз. И отсюда осуществлялся приток воздуха с улицы. Сама галерея проходит вдоль всего здания. Тут мы тоже видим кабель, проходящий наверх. Здесь мы видим еще одно помещение. Скорее всего, оно связано с охлаждением воздуха. То есть машины испытывались при разных климатических условиях, тестировались, и требовалось проводить эксперименты, имитируя сильный мороз. Здесь как раз охладительная камера, где охлаждался воздух. Вот здесь в емкости находился фреон. Насколько я знаю, фреон уже утилизировали. Вот мы видим еще ряд подобных установок, обеспечивающих приток холодного воздуха в климатическую камеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 То есть вот это вот просто деревянная болванка. Видимо, здесь на ней проводились какие-то испытания. Масштабы продолжают поражать. И вот для сравнение человек. И вот для сравнение человек и вот эта вот часть установки климатической. То есть она явно превышает 4 метра в высоту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мы видим отличную теплоизоляцию сделанную. Теплоизоляция. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сейчас посмотрим, что же там находится внутри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас эта камера пустая. А здесь мы видим, опять же, огромные радиаторы. Часть из которых уже спирена на металл. И тоже масса циклонов и воздуховодов. Вот это, видимо, относилось к охладительным установкам, расположенным внизу. Здесь очень интересная дверь, которая напоминает герма-дверь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И мы видим еще один циклон. Сейчас я залезу внутрь. Ременной привод. То есть вы можете представить себе масштабы этой установки. Дверь практически в полный рост. Здесь, я так понимаю, находится внутри вентилятор. То есть это с другой стороны от камеры с радиаторами. А это немножечко съемки для того, чтобы наглядно было видно масштабы всего этого. А вот как выглядит вход в эту камеру. Дверь очень похожа на герма-дверь, но она выполнена не полностью из металла. Я так понимаю, что внутри она полая, и она не очень тяжелая. С той стороны такая же герма-дверь. Мы добрались до крыши здания. Теперь самое главное еще не спалиться перед охраной. И так мы на самом верху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед нами открываются красивые виды на Москва-реку. Но сейчас нас тут интересует немножечко другое. Кстати, на крыше тоже мы видим многочисленные трубы вентиляции, воздуховоды. И вот еще одно помещение в пристройке на крыше. Наименование сосуда. Аппарат горизонтальный. Кстати, что здесь написано про срок следующих испытаний? 27 июля 1991 года. Наименование сосуда. Аппарат вертикальный. И тоже июль 1991 года. А вот это действительно прикол. Интересно, кому пришло в голову приделать на фасад здание и каким образом туда долезть часть унитаза? Это щиток, не хочу даже трогать его. Какой щиток? Это дверь, выполнена механическим приводом. Это дверь. Ничего себе дверь. Смотри, какова она. Это дверь. Это герма. Она ездит вот по этим направляющим. Сверху, по рельсе. И приводилась в движение она электромотором. Если сейчас ее получится открыть, ты прочитай, что там написано. Управление механическим приводом цепной. Может быть, это она и есть там? Давай. Открывай. Открывай. От себя. Она по приводу уезжает туда. Дверь мы открыть не смогли, но зато мы оказались внутри, обойдя просто вокруг. Впереди мы видим очередной воздуховод, массу электрических щитков и блоки управления. Совершенно естественно встретить здесь помещение называемое бюро автомобильной электроники. Естественно, в этом корпусе проводились самые различные исследования и как автомобили в целом и их комплектующих двигателей электрической начинки. Кто-то оставил свой портфель. Здесь мы можем верить массу уникальных станков в этом цехе, которые использовались для проведения различных экспериментов и тестов. Сейчас мы находимся в административной части зданий, где располагались различные отделы, обрабатывавшиеся результаты проводимых климатической камерей исследований. Масса старых приборов, которые использовались для проведения каких-то измерений, экспериментов. различные кабинеты. А вот в этом помещении явно располагался архив. полочки для хранения архивной документации. Подписанные коробки. Документация. Документация. Какому эти места. Что там идет? Все. Патенты тут уже немецкие. На немецком языке, активов которых пока еще хранится история этого предприятия. Вот здесь мы видим тапочку, подписанную ФРГ, Федеративная Республика Германия. Все полки, от всех полков с этой страны. ФРГшные папочки. Когда еще был соцлагерь, Германия была разделена на Восточную Германскую Демократическую Республику и Федеративную Республику Германии и Западную Германию. Вот здесь вот видим папку с надписью Франция, как раз где мы видели патент на французском языке. Мы добрались до помещения, в которое подводилась электроэнергия и осуществлялось ее распределение на потребителей этой климатической камеры. Ну и тут, конечно, тоже есть на что посмотреть. Во-первых, можно представить себе, какой мощности подавалось питание, если здесь стоят такие изоляторы. Вот для масштаба фонарь, рука человека и изоляторы. А сзади мы можем видеть не менее грандиозных размеров предохранителя. О, вот они, куда эти вольтметры вставляют. Здесь они вольтметры, да. Максимальное напряжение у этих вольтметров 250 и 150 вольт. 400. Вот еще один вольтметр на 400 вольт. 10 киловольт, 6 киловольт подводится. На вход электр напряжение. Выход 150 на технику. 6 киловольт. И вот здесь вот снизу мы уходим по металлическому настилу. А снизу как раз и осуществлялся ввод кабелей высокого напряжения. И мы добрались до самой изюминки климатической установки завода ЗИЛ. До гигантского вентилятора, который и осуществлял нагнетание воздуха во всю эту систему. И подавал воздух. То есть, точнее, не совсем так. Скорее всего, воздух поступал сверху через те помещения, где мы были. В зависимости от условий испытания он либо нагревался до необходимой температуры, либо наоборот охлаждался. И вот этим вот гигантским вентилятором он засасывался в климатическую камеру, в которую загонялся автомобиль. Но это еще не все. Ниже этого вентилятора уходит огромное помещение, в котором располагались тоже радиаторы охлаждения или отопления. Глубина туда превышает 5 метров. К сожалению, ничего сейчас не могу показать для масштаба. Мы стоим у двери, через которую обслуживающий персонал не попадал к установкам. Очевидно, здесь была какая-то лестница к установкам, к радиаторам, через которые производилось охлаждение или подогрев воздуха. Тут мы видим такую же уже знакомую нам гермодверь на входе. Ну и мы сейчас пойдем обойдем вокруг, попадем к этому гигантскому вентилятору. Мы сейчас идем вдоль этой камеры, вниз огромная глубина. То есть это настолько уникальная установка здесь находилась. Вот так мы сейчас в самом сердце климатической установки. Тут отсутствует часть пола. Здесь вот скрыт уже фальшпол металлический. Передвигаться здесь нужно очень осторожно, чтобы не улететь туда вниз. Потому что внизу еще очень приличная глубина. И скользкий пол, который имеет вот такой вот наклон. Лететь вниз тут будет очень долго и больно. На самом деле совершенно уникальная установка гигантских размеров. Вот здесь стояли жалюзи. Еще совсем недавно на месте вот этих креплений жалюзи уже демонтированы. И так размеры этой камеры не перестают поражать. Блин, только что сбегал. Вот сегодня как раз пока мы ходили по верхним этажам, Рабочие, которые спиливают, производят демонтаж этой камеры, как раз активно тут все резали. И так в середине этой камеры находится сейчас мой напарник. Можете представить себе масштабы этой климатической установки. Высота этого вентилятора при росте моего напарника в 2 метра. Сколько у тебя? Метр девяносто. То есть высота этого вентилятора порядка трех с половиной метров. Сам этот корпус с климатической установки был построен в 1986 году, как я уже говорил раньше, для тестирования автомобилей ЗИЛ в различных климатических условиях. очень интересно. Удачи! Вос Based on Us480行大ивал Йонии, 少年 относ塗ли на память. Субтитры сделал DimaTorzok Где находится этот вентилятор, это тоже техническое помещение Отсюда нагнетался воздух, а автомашина, которая испытывалась в климатической камере, заезжала на нижний уровень через те красные ворота А вот так выглядела климатическая камера во время проведения испытаний Не перестаю удивляться масштабам этой конструкции Туда вниз уходит помещение высотой более 10 метров И идет вот такой вот изгиб Здесь плохо видно на видео Но вот эта вот часть пола на нижнем этаже, она изгибается и уходит еще вниз от секции с жалюзи Смотрите предыдущую серию об уникальном высотном автоматизированном складе на ЗИЛе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok